А вот если бы Адам один оставался в раю, то умственно и духовно он развивался бы быстрее, чем с Евой, еще до согрешения, или в таком плане вопрос неуместен? Отвечает Игнафий Тихонович Лапкин. В мировой истории вообще не рекомендуется углубляться во все тонкости в сослагательное наклонение, если бы кабы. Нужно исходить из уже сложившейся ситуации и думать, как выйти на исходные позиции. Грех совершен, человек изгнан из рая. И теперь разверстывается потрясающая картина борьбы добра и зла за возврат человека в прежнее его состояние. Относительно же появления Евы и ее роли за пределами рая, тут всякое разное можно трактовать, но у Бога это все уже было вымерено и отрезано каждому по его силам. Не нужно мудрить и звездочки с неба дарить, но женщину нужно держать в том пространстве, какой ей Бог по своей незреченной любви к ней отмерил. Но если женщина теряет связь с Богом, возвращается к тому древу, то она делается злейшим дьявольским сосудом и в конце приходит или к самоубийству, или делается палачом, в сравнению с которым любой палач-мужчина слабый ее ученик. Вместе с которой из двух не решить по заказу, ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, чтоб на вечерней заре и на утренней сразу пляшущим шагом прошла по земле небо дочь. С полным передником рост, ни ростка ни наруша, знаю, умру на заре истребинную ночь. Бог не пошлет по мою лебединую душу, нежной рукой отведя нецелованный крест. Щедрое небо рвануть за последним приветом, прорезь зари и ответной улыбки прорез. «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом» Марина Цветаева. Сирахов, 26, 24-29. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сердце унылое, лицо печальное и раносердечное. Злая жена. «Опущенные руки и расслабленные колени – жена, которая несчастливит своего мужа. От жены начала греха, и через нее все мы умираем. Не давай воде выдоха, ни злой жене власти. Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от води твоей». Кавычки закрыты. «Труднее всего заставить жену молчать, как гласит закон. Давай помолчим, мы так долго не виделись, какие прекрасные сумерки выдались. И все позабылось, что помнить не хочется обиды твоей и мое одиночество. Душа моя, как холостяцкая комната, ни взглядов твоих, ни детского гомона, завалена книгами площадь жилищная, как сердце словами, теперь уже лишними. Ах, эти слова, будто листья, опавшие слезы на целую жизнь опоздавшие. «Не плачь, у нас встреча с тобой, а не проводы. Мы снова сегодня наивны и молоды. Давай помолчим. Мы так долго не виделись, какие непрекрасные сумерки выдались». Андрей Дементьев 1 Тимофею 2, 12-15 «А учить жене не позволяю, не влавствовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрием». Женщина всегда была объектом добычи и награды победителю. «Далекий мой, пора моя настала. Последний раз я карандаш возьму. Кому б моя записка не попала, она тебе писалась одному. Прости-прощай, любимую веснянку. Нам не пивать веселый месяц май. Споем теперь, как девушку-смолянку Берут в неволю в чужедальний край. Споем теперь, как рано, утром, как завтра, утром, рано Пошлют ее по скорбному пути. Прощай, родной, забудь свою Татьяну, не жди ее, Но только отомсти. Прости-прощай, что может дать рабыне чугунная немецкая земля? Наверное, на какой-нибудь осене уже готова для меня петля. А может мне валяться под откосом с пробитой грудью у чужих дорог, И по моим пошелковистым косам пройдет немецкий кованый сапог? Прощай, родной, забудь про эти косы, они мертвы, им больше не расти. Забудь калину на калине росы, про все забудь, но только отомсти. Ты звал меня своей нареченной, веселой свадьбы ожидала я, Теперь меня назвали обреченной. Лихое-лихо дали мне мужья, пусть не убьют меня, не искалечат, пусть доживу до праздничного дня, Но и тогда не выходи навстречу, ты не узнаешь все равно меня. Все, что цвело, затоптано, завяло, я и сама себя не узнаю. Забудь и ты, что так любил бывало, но отомсти за молодость мою. Услышь меня за темными лесами, убей врага мучителя, убей. Письмо тебе писала я слезами, печалью запечатала своей. 1942 год. М.Л. Исаковский. Второзаконие 21.10.13 Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, И возьмешь их в плен, и увидишь между пленами женщину, красивую видом, И полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, То приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, И обрежет ногти свои, и снимет с себя пленическую одежду свою. И живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матери в свою продолжение месяца, А после того ты можешь войти к ней, и сделаться ее мужем, И она будет твоею женою. Кавычки закрыты. Женщина называется слабым полом, утлым сосудом, Но она обладает величайшей силой на земле, Но так редко ею пользуются во благо себе и тем, на кого направлено ее обольщение. Кто знает нашу богомолку, тот с ней узнал наедине, Что взор плутовки в тихомолку поет о кафе сатане, Как сладко с ней играть глазами, Ниц падая перед крестом и окаянными словами, Перерывать ее псалом. О, как люблю ее ворчание! На языке ее всегда отказ идет, как обещание. Нет на словах, на деле да. И грешница всегда сначала, она воскликнет горячо. О, варвар, изверг, я пропала! А после, милый друг, еще, 1810 год, Д. Давыдов. Денис Давыдов. Притчи 7, 6-27 Вот однажды смотрел я в окно дома моего, Сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, Заметил между молодыми людьми неразумного юношу, Переходившего площадь в лес угла ее, И шедшего по дороге к дому ее, В сумертик веч, вечер дня, В ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина В наряде блудницы, С коварным сердцем, Шумливая и необузданно, Ноги ее не живут в доме ее, То на улице, то на площадях, И у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его, И бесстыдным лицом говорила ему, Мирная жертва у меня сегодня Я совершила обеты мои, Поэтому и вышла навстречу тебе, Чтобы отыскать тебя, И нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, Разноцветными тканями египетскими, Пальму мою надушилась мирною, Алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, Насладимся любовью, Потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, Кошелек серебра взял с собой, И придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов Она увлекла его, Мягкостью уст твоих овладела им. Сейчас он пошел за нею, Как волк идет на убой, И как олень на выстрел, Доколе стрела не пронзит печень, Его как птичка кидается в селки, И не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, Слушайте меня и внимайте словам уст моих, Да не уклоняется сердце твое на пути ее, И не блуждай по стезям ее. Потому что многих повергла она ранеными, И много сильных убиты ею, Дом ее пути в преисподнюю, Нисходящее во внутреннее жилище смерти. Кавычки закрыты. О нашей встрече что там говорить? Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, Но мы с тобою сразу стали жить, Не опасаясь пагубных последствий. Я сразу судил круг твоих знакомств, Одел обул и вытащил из грязи, Но за тобой тащился длинный хвост, Длиннющий хвост твоих коротких связей. Песня была написана под впечатлением Встречи Высоцкого с Изой Жуковой, Его первой женой после их разрыва. Ты все молодишься, все хочешь забыть, Что к закату идешь, Где надо смеяться хохочешь, Где можно заплакать поешь, Ты все еще жаждешь обманом себе и другим доказать, Что юность и легким туманом Чуть-чуть не устала дышать, Найдешь ли твое избавление, Уйдешь ли от боли своей, В давно надоевшем кружении, В свечении праздных огней, Ты мечешься душу, скрывая, И горькие мысли тая, Но я-то доподлинно знаю, В чем кроется сущность твоя. Но я-то отчетливо вижу, Что смысл недомолвок твоих Куда человечней и ближе Актерских повадок пустых, Но я-то давно вдохновением Считать без упрека готов, Морщинки твои дуновения, Сошедшихся с ценных годов. Пора уж уже маску позерства На честную позу менять, За тем, что довольно притворство И правдаю трудно и чертвое У нас полагается жить. Глаза устремленные жадно, Часов механический бой, То время шумит беспощадно Над бедной твоей головой Ярослав Меляков Притчи 22.14 Глубокая пропасть уста блудниц, На кого прогневается Господь, Тот упадет туда. Притчи 23.27 Блудница, глубокая пропасть, И чужая жена, Тесный колодец. Притчи 23.27